Когда я говорю «подчеркнуть», я имею в виду, что выбрия… Если вы носите джинсы, важно уметь выгодно их подчеркнуть. Что я имею в виду? Позвольте объяснить. Когда я говорю «подчеркнуть», я имею в виду, что важно правильно сочетать предметы гардероба, чтобы точно расставить акценты. Например, я поместил рисунок в рамку. Обратите внимание на белую полосу. Рама хорошо дополняет изображение. А еще, вы не видите бликов, потому что я немного потратился и купил музейное безбликовое стекло. Суть в том, чтобы взять нечто невыделяющееся и заставить его выглядеть в разы лучше. Вот картина, которую нарисовала моя невестка. Рама сделана на заказ, и поэтому картина смотрится потрясающе. А при чем здесь джинсы? Возьмите подходящие джинсы, дополните их нужными вещами, и результат вас приятно удивит. Сегодня, джентльмены, я расскажу вам, как можно выгодно подчеркнуть свои джинсы. Прежде чем я покажу вам все то, что вы можете сочетать со своими джинсами, давайте поговорим о том, какой вид джинсов подходит именно вам. Видите ли, по сути джинсы – это повседневная одежда, и джинсы не любого кроя можно приукрасить. Так что, если хотите улучшить ваш образ, избегайте джинсы нетипичного кроя, будь то облегающие или мешковатые джинсы, а также джинсы с дырками или просто слишком потертые. Будьте осторожны с джинсами с эффектом потертости. Светлые тона вполне допустимы, особенно летом, но к ним всегда сложнее подобрать подходящее сочетание, чем к более темным аналогам. И что остается? Хорошо подогнанные джинсы темного цвета. Поэтому, когда я говорю «хорошо подогнанные», я имею в виду джинсы прямого кроя или узкие джинсы. А под темными цветами я имею в виду индиго, черный, серый, темно-синий, темно-зеленый, бордовый. Такие цвета, как я считаю, носить проще, чем светлые. Обратите внимание на свою обувь. Если вы носите старые кроссовки, немедленно уберите их подальше и наденьте что-нибудь получше. Согласитесь, эта пара в разы лучше предыдущей. Кожаные кроссовки и туфли – то, что нужно. Если вы действительно хотите сделать шаг вперед, наденьте пару классических туфель. Они будут хорошо сочетаться с одеждой цвета индиго. Только взгляните на это. Я не любитель модельной обуви, лучше выбрать что-то более функциональное и более прочное, особенно в дождливую погоду. Стоит задуматься о паре классических ботинок. И если эти ботинки показались вам слишком скучными, вы можете улучшить свой внешний вид с помощью этой пары. Довольно классический стиль. Они внесут разнообразие в ваш гардероб. Не люблю матовую обувь, она не подходит для работы. А замша? Сейчас многие компании производят замшевые ботинки. Они устойчивы к непогоде и за ними несложно ухаживать. Они будут хорошо сочетаться с черными и даже серыми джинсами. Джинсовая ткань будет выглядеть довольно модно. Есть бесконечное количество сочетаний ботинок и джинсов. Следующее, что вам нужно сделать, чтобы подчеркнуть свой вид, наденьте подходящую рубашку. Мне нравятся футболки, например, Хенли. V-образные вырезы смотрятся замечательно, но не в этот раз. Вместо футболки наденьте рубашку с воротником. Классические рубашки, поло, прекрасные варианты. Следующий совет выглядит очевидным, но так мало парней ему следует. Носите легкую куртку или жакет. И если вы давно подписаны, вы знаете, что я люблю замшу. Посмотрите на джинсы с бордовым верхом. А этот коричневый оттенок создает хороший контраст с джинсами цвета индика. Если хотите усилить этот контраст, то попробуйте светло-серую куртку. Обратите внимание на эту комбинацию зеленого и синего. Не для всех, но мне нравится. Вам не обязательно выбирать замшу. Можно выбрать классическую коричневую кожаную куртку. Только посмотрите на это сочетание. А что насчет спортивного пиджака и джинсов? Они сочетаются? Конечно. Вот несколько комбинаций, которые я придумал сам. Прежде всего, давайте посмотрим на то, как синий сочетается с синим. Некоторые люди говорят, нет, только не это. Не соглашусь. Здесь у нас разные материалы с разными свойствами. Синий фланелевый пиджак отлично сочетается с синими джинсами. Если вы хотите немного освежить образ, добавьте узор. Обратите внимание, как синий пиджак смотрится с этими синими джинсами. Красивое и несложное сочетание. Давайте поговорим о пиджаке более светлых оттенков, который подразумевает сильный контраст. Оставим те же темные джинсы и наденем светлый пиджак с узором. Мне очень нравится это сочетание. Выглядит не так строго, как с темным верхом. Светло-коричневый пиджак хорошо смотрится с темно-синими джинсами. Очень хорошее сочетание. Что насчет серого цвета? Серые пиджаки хороши за счет своей универсальности. Они не ассоциируются с каким-либо цветом, и с этим синим низом они составят хороший образ. Можно надеть и несколько более темный пиджак, если вам нужен более формальный вид. Если вам не нравятся спортивные пиджаки, взгляните на этот вязанный пиджак. Опять же остановимся на серых оттенках. Он может сочетаться с очень разными вещами. И посмотрите на посадку. Очень красиво и удобно. И хорошо сочетается с джинсами. Этот двубортный пиджак, кстати, также вполне сойдет для офиса. Довольно хорошее сочетание. Перейдем к однобортному свитеру темно-синего цвета. Он не будет конфликтовать с классическими джинсами, поскольку джинсовая ткань имеет другую текстуру и другой внешний вид. Никто не подумает, что вы сочетаете две вещи одинакового цвета и стиля. Они просто подумают, ну, это довольно хорошо выглядит. А если на улице слишком жарко, чтобы надевать свитер? Есть ли какие-то другие варианты? Оцените этот пиджак-рубашку. Он сделан из того же материала, что и другие рубашки, но он надевается сверху. Вы можете даже надеть обычную рубашку под него. Это еще один отличный способ подчеркнуть ваши джинсы, сделать правильные акценты и вывести ваш образ на новый уровень. Следующие три пиджака, которые я вам покажу, одни из моих любимых. Посмотрите на темно-оливковый пиджак. Он выгодно отличается от всех прочих пиджаков. Этот экземпляр изготовлен из вельвета и потому выглядит повседневно. А у этого спереди четыре кармана, выглядит несколько по-военному, но очень легкий. И не будем забывать об аксессуарах. Возьмем легкие джинсы, льеную рубашку с красивым воротником, шляпу и бум! Вы вышли на новый уровень. А как насчет шерстяного галстука? Не такой парадный, как шелковый, но с нужной рубашкой будет смотреться шикарно. И, конечно, не забудьте про красивые часы. Можно такие, а можно классические, как эти. Они помогут украсить и дополнить весь образ. А какое видео смотреть дальше? Может, то, где я объяснил, как носить джинсы с классической обувью? У многих из вас возникают вопросы по этой теме, поэтому я записал целое видео. Хотите узнать больше? Нажмите здесь.